Приветствую вас! Я врач-стоматолог Бедоева Зарина Юрьевна, и в этом видео я затрону непростую тему и расскажу вам о боли в зубе после лечения. Очень часто доктора сталкиваются с такой проблемой, когда после лечения кариеса или каналов пациенты жалуются на боль в вылеченном зубе. Стоматологи называют это состояние постпломбировочными болями. Существует много причин, из-за чего может возникать боль, и это не всегда связано с патологией или некачественной работой врача. Так почему же болит зуб после лечения, и когда необходимо бить тревогу и обратиться к врачу за помощью? Препарирование или другими словами высверливание кариозных тканей бором является сильной травмой для зуба. Установка пломбировочного материала может вызвать обратимую реакцию сосудов пульпы зуба, которую принято называть нервом. Поэтому после лечения, когда заканчивается действие анестезии в зубе, иногда ощущается дискомфорт или легкая болезненность. После адаптации зуба к народному материалу пломбы боль проходит. Современные пломбы твердеют под действием света. При засвечивании пломбировочного материала возникает полимеризационный стресс. Материал пломбы дает усадку. При этом он как бы тянет стенки зуба к себе, так как усадка идет в сторону середины пломбы. Это явление также может спровоцировать болезненность в зубе, которая проходит в течение нескольких часов. Полимеризационная лампа, которой мы засвечиваем пломбу, чтобы она стала твердой, нагревает зуб. Перегрев зуба может вызвать морфологические изменения в пульпе. От этого воздействия зуб тоже может после лечения болеть. Зубы после лечения могут долгое время реагировать при накусывании на зуб и болеть от холодного, если кариес был глубокий. Сейчас расскажу, почему это происходит. Пломба после лечения располагается очень близко к пульпе. Между пульповой камерой и грезной полостью обычно очень тонкая перегородка из дентина. Пульпа через него просвечивает. Это значит, все особенности, которые я рассказала ранее в этом зубе, обязательно будут. Чем тоньше здоровая перегородка из дентина между пульпой и грезной полостью, тем активнее реагирует зуб на лечение. Но со временем пульпа начинает формировать заместительный или вторичный дентин, который помогает пульпе отгородиться от пломбы. Как только толщина ткани увеличивается, боль в зубе проходит. Постпломбировочные боли возможны не только при лечении кариеса в живых зубах, но и после эндодонтического лечения. Эндодонтическим лечением называют комплекс манипуляций, направленных на удаление поврежденного нерва из каналов зуба, их расширение и последующее заполнение пустых каналов пломбировочным материалом. После качественно проведенного эндодонтического лечения с соблюдением всех правил и технологий зуб, как нам кажется, болеть не должен. Но практика показывает, что бывает не всегда так. Удаление нерва – травматичная процедура, происходит отрыв сосудистонервного пучка, сосуды кровоточат, необходимо временное восстановление и заживление этого очага. В процессе чистки каналы постоянно промываются сильными антисептическими растворами, которые могут раздражать периодонт. Все эти манипуляции вызывают боль в зубе, которая может длиться до 5-7 дней. Из всего сказанного можно сделать вывод, что зуб – это такой же орган, как палец или рука, поэтому после любого вмешательства он может болеть. Ему нужно временное восстановление после лечения, как и любому другому органу. Во всех этих случаях боль ноющая, ослабевающая с каждым днем. Если боль носит интенсивный, пульсирующий характер или на десне после лечения появляется покраснение или отек, вам нужно срочно обратиться к врачу-стоматологу. Хочу обратить внимание на еще один момент. Степень болезненности зависит от всей нервной системы организма. Мы сейчас говорим о понятии болевой порог. Если при слабом воздействии человеку уже вольно, то у него низкий болевой порог. Если же воздействие, причиняющее боль, должно быть сильное, то болевой порог высокий. Психофизики за порог боли принимают минимальную мощность стимула, который в 50% предъявлений вызывает боль. Если у человека низкий болевой порог, или простыми словами, он очень чувствителен к боли, то вероятность постпломировочных болей очень высока. Коротко я рассказала об основных причинах постпломировочных болезненных состояний при правильном лечении. Конечно же, боль может появиться и после неуспешного лечения. И поэтому не надо любую боль воспринимать как должное. Если у вас что-то болит, срочно обратитесь к врачу. Спасибо, что смотрите наше видео. Пишите ваши вопросы в комментариях. Не забудьте нажать кнопку подписаться, если хотите больше таких видео. И увидимся в следующий раз. Пишите ваши вопросы в комментариях.